Жители Чистовского поселения обеспокоены тем, что снова могут остаться без тепла. После начала отопительного сезона в поселке перестала работать принадлежащая российским железным дорогам котельная. Температура в некоторых квартирах не поднималась выше 12 градусов. Сейчас ситуация стабилизирована. Силами РЖД и Одинцовской теплосети в поселке установлена модульная котельная на жидком топливе на случай аварии. Температура в квартирах составляет более 20 градусов. Однако жители понимают, что это только временное решение проблемы. Разговор идет о том, что РЖД собирается вообще на следующий год уйдут. А что с нами дальше будет? Хотели бы, чтобы передали нашу землю, Новикова Петру Михайловича, сельское поселение Чистовское. Потому что как будем дальше, я даже не знаю. Глава района подчеркнул, что обеспечение жителей горячей водой и теплом – это первоначальная задача властей. И эту проблему он не оставит без должного внимания. Я постараюсь выйти на уровень руководства Московской железной дороги. Они готовы с вами встретить. Давайте, если есть инициатива с ним. На следующей неделе поставим. Но вы меня стомните всем тем, что мы должны попросить. Я понял. Жесткой формы. Чтобы жителей полноценно уже обслуживать. Жители Новой Трехгорки обратились к руководителю муниципалитета с просьбой разобраться в сложной ситуации, которая сложилась в микрорайоне из-за недобросовестных управляющих компаний. Сейчас как раз проходит собрание собственников жилья за управляющей компанией «Дельцовская теплосеть». И, соответственно, когда обзванивают жильцов для того, чтобы провести голосование, задают сразу же вопрос. Вы голосовали или не голосовали? Если голосовали, то, соответственно, каким образом голосовали за управляющую компанию «Трехгорка». И процентов 70 жителей говорят, что они только по данному звонку узнали о том, что идут какие-то выборы управляющих компаний и то, что будет какая-то смена управляющих компаний. Андрей Иванов попросил прокуратуру Одинцовского района немедленно заняться этой проблемой. Прокурор Юрий Чижов пообещал, что совместно с УВД в ближайшее время по факту фальсификации будет проведена проверка. Мы обязательно запросим на протокол и установим собственников, которые, если хотят написать заявление, напишут. Но с межмуниципальным управлением Одинцовское совместно отработаем. Но да, дело серьезное. Андрей Иванов, в свою очередь, обещал проконтролировать ход этого дела и ситуацию в микрорайоне в целом. К руководителю муниципалитета также обратились жители по вопросам экологии, арендной платой за помещение, переселение из аварийного жилья. Ни одну проблему, озвученную на личном приеме, Андрей Иванов не оставил без внимания. Записаться на встречу с главой Одинцовского района можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.